Работу по реализации миграционной политики в Анапе обсудили в рамках круглого стола, посвященного интеграции мигрантов и противодействию этническому экстремизму. В нем приняли участие представители администрации Краснодарского края и города-курорта, правоохранительных структур и национальных объединений. Порядка 20 тысяч мигрантов ежегодно приезжают в Анапу, в основном на заработке. Цифра остается стабильной уже несколько лет. За первые 9 месяцев регистрацию прошли 18 тысяч иностранцев, из них 5 тысяч граждане Узбекистана, более 3 тысяч прибыли из Украины. На долю Армении приходится около 1800 человек. Динамично развивающаяся экономика нашего курортного региона привлекает к себе все больше приезжих, в том числе не только из регионов России, на проживание, для заработка, но и иностранцев. Нам действительно важно понимать, как проводить социокультурную адаптацию прибывающих к нам. Поэтому надеемся услышать те решения на этом круглом столе, которые нам помогут в дальнейшем в этой работе. В конце октября текущего года президент России утвердил новую концепцию миграционной политики России. Ее основная цель – максимально полно интегрировать мигранта или переселенца в российское общество. Не должно быть закрытых анклавов. В Анапе действует специальный центр по интеграции мигрантов, где они могут изучить русский язык и историю страны, а также традиции. В целом же многонациональная Анапа является еще и курортным городом, где залог успеха – гостеприимство. В принципе, работа здесь выстроена неплохо. Несмотря на то, что взаимоотношения межэтнические, межнациональные на территории Анапы не обострены, но, подчеркиваю, в первую очередь это результат постоянной, планомерной работы. Вот ни в коем случае нельзя расслабляться. Я знаю, что опыт Анапы – это работа между властями, национально-культурными объединениями и правоохранительными органами. Этот треугольник – это залог успеха. Вместе с тем в муниципалитете прошли более 180 проверок. На каждую приходится в среднем по 5-6 протоколов о нарушении миграционного законодательства. Это совместная работа администрации курорта, правоохранительных органов и казачества. В итоге 200 человек были вынуждены покинуть Россию по решению суда. Это второе подобное мероприятие, которое проходит в крае. Петр Холанский обратился к участникам с просьбой подготовить предложения, которые вполне могут стать основой для законодательной инициативы. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион.